всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале техно бар плюс и сегодня у нас очень интересный самый подробный на ютюбе обзор камер в смартфоне viva v27 это новинка 2023 года которая уже наделала много шуму интересно давайте будем начинать так друзья по традиции мы с вами ознакомимся с каждым из модулей камер смартфоне viva v27 после посмотрим что же за меню нам предлагает меню камер в смартфоне собственно ознакомимся с примерами фото и видео сделаны на камеры смартфона viva v27 и в конце видео я уже выскажу свое личное мнение стоит ли этот смартфон своих денег стоит ли его покупать опираясь на его фото и видео возможности или же все-таки есть варианты либо же нет друзья давайте вместе с вами будем разбираться итак друзья в смартфоне viva v27 у нас представлена вот такая вот площадочка из трех модулей камер плюс инновация скажем так а подсветка aura light а что же дает эта подсветка друзья спросите вы да эта подсветка нам дает кольцевая скажем так вспышка очень качественные в вечернее время суток портреты то есть да если вы любите в вечернее время фотографировать собственно какую-то модель будь то парень будь то девушка будь то ребенок я не знаю будь то животное какое-то вот кому как что нравится вам эта вспышка очень пригодится ну либо же в качестве подсветки и так площадка из трех модулей как видите основной модуль вот он у нас это модуль от компании sony amx 766 не совсем старый не сад не слишком новый модуль от компании sony апертура его f8 и 1 и 88 довольно таки неплохая светосила в данном случае но могли бы сделать и лучше честно скажу друзья а ультра широкоугольный объектив на 8 мегапикселей от компании omnivision о в 88 56 апертурой f2 и 2 а также макро модуль у нас присутствует друзья от компании omnivision ovi 02 b10 апертура его f2 и 4 друзья фронтальная камера у нас представлена вот таким вот отверстием скажем так по центру которая ни в коем случае не мешает при просмотре кино скажем так и либо же ютюба на вашем смартфоне это фронталка аж на 50 мегапикселей друзья с автофокусом и довольно таки неплохая фронталка от компании samsung всем известный модуль с 5k g n 1 апертура его f2 и 45 хотелось бы конечно больше но тем не менее как есть друзья площадка из трех модулей камер как видите выпирает здесь стоит датчик освещенности но выпирает она не слишком скажем так меньше чем смартфоне его в 25 pro как на мой взгляд да а в целом друзья смотрится все гармонично красиво на такое впечатление что это какой-то прям алюминиевый кусочек вставлен здесь но это не алюминий это пластик друзья это стекло это пластик поэтому собственно все смотрится гармонично теперь давайте ознакомимся с меню камер которая предлагает нам смартфон vivo v27 либо vivo v27 входим в основное меню кстати как видите вот так вот смартфон шатается у нас ну все благодаря площадке ну честно скажу вам если использовать вот этот чехол который идет в комплекте все это дело нивелируется и чехол как бы довольно таки неплохо фиксирует все наши неурядицы вот эти которые с этим смартфоном получается но в целом хочу сказать что здесь по фото фотографировать можете как на ультра ширик так на основной объектив десятикратный цифровой зум присутствует можно включить опять же hdr вспышку включать отключить либо в авторежиме и выставить ну и естественный цвет опять же я так понимаю это искусственный интеллект работает также макросъемка фото также присутствует видео к сожалению на макрокамеру не пишет далее друзья различные фильтры можно включить отключить искусственный интеллект можно вот таким образом отключить вот так мы его снова включили а что еще по фото друзья на фронтальную камеру видите вспышка здесь у нас в качестве экрана будет выступать не будет прожекторов которые я давненько честно говоря жду hd портрет с улучшенным скажем с улучшенной детализации он по и молчанию включен но опять же его можно отключить hdr включить и отключить также все можно зумируется у нас опять же двухкратно зум понятно что цифровой но тем не менее друзья на фронтальную камеру электронная стабилизация с этим зумом отрабатывать неплохо опять же можно добавлять различные светофильтры какие вам интересны для инстаграма пожалуйста все то же самое можно делать кстати на основной объектив и также интенсивность этого фильтра изменять итак друзья что еще на основной объектив можно делать но сразу скажу друзья что касается видео опять же улучшение видео с искусственным интеллектом она здесь включается отключается скажем так якобы это ночной режим на видео включается друзья но честно скажу вам я в этот нюанс немножечко не верю несмотря на то что процессор принципе тащит по ночному режиму но тем не менее дай мне сети 7200 на минуточку решение которое частота 2 и 8 гигагерц у данного процессора в принципе он вытягивает по видео по видео что хотелось бы отметить друзья по видео опять же при hdr при 700 ну короче говоря с искусственным интеллектом видео как видите всего лишь двукратно зумится да но если его отключить она зумится десятикратно что несомненно хорошо это 720p 60 кадров в секунду как только я 30 кадров в секунду включаю начиная допустим с full hd и заканчивая 720p можно уже писать на ультраширик если я включаю 4к 30 кадров в секунду на основной объектив вернее 4к максимальное качество я уже при 30 кадрах в секунду не могу на ультраширик писать если я включаю собственно говоря full hd 60 кадров в секунду опять я не могу писать на ультраширокоугольный объектив короче при 60 кадрах ультраширик не работает регулируется опять же при видео режим боке но это честно говоря такое себе знаете удовольствие но не особо можно регулировать опять же оттенок цвет лица но опять же кому нужно не натуральная все некрасивая фильтры также добавляются время видеосъемки стандартная стабилизация супер стабилизация включается то есть картинка вообще замирает прям хорошо как на фронталку так и на основной объектив опять же вспышка она же подсветка довольно таки неплохо мягкий свет регулирует все это дело опять же друзья смотрите если я выключаю вот эту супер стабилизацию включая стандартно можно 4к если включая супер стабилизацию уже начиная только с full hd 60 кадров в секунду может писать друзья но поверьте этого достаточно 4k здесь режим неплохой но full hd 60 кадров в секунду режим здесь данном случае лучше это как на мой взгляд друзья на фронталку на фронталку опять же со стабилизацией вернее скажем так на фронтальную камеру да в принципе с усиленной стабилизации как видите здесь я ее включил портретная стабилизация называется здорово кропается картинка и собственно записывается вплоть до 4к 30 кадров в секунду но друзья вот смотрите да режим 4к 60 есть если он есть на фронтальную значит это говорит о чем что если вы подберете соответствующий gcam вы в принципе можете вытянуть и 4к 60 кадров в секунду на фронталку модуль gm1 поддерживает этот режим вот компании samsung то есть с этим как бы полный порядок опять же full hd 720p ну full hd уже можно писать 60 кадрах в секунду опять же зуммирование двукратно и это уже друзья идет с автофокусом камера как видите фокус перестраивает все как бы в этом плане довольно таки неплохо на 50 мегапикселей камера достаточно детализированная то есть как бы тут претензий никаких нет опять же можно киноэффекты какие-то добавлять друзья ну собственно по видео съемки тут не пожалели компания viva для этой ценовой категории довольно таки все успешно вы обратите внимание на то как ультраширик до снимает и как изменяется цвет когда я кликаю на основной объектив да ну как то есть какие-то определенные то снимают в любом случае по разному так друзья что у нас еще здесь присутствует давайте посмотрим есть режим ночь портрет мини-фильм двухоконный режим видеосъемки режим про довольно таки неплохой кстати друзья что меня кстати удивляет я хочу сказать вот видите в смартфонах начиная вот это с этого года да вот viva v25 pro там нет такой фишки допустим как вот включаете вам подсказывать скорость затвора как на каком режиме стоит либо айсо либо вот еще один показатель такого в меню нет к сожалению почему нет меню такого я вам не готов ответить режим про довольно таки обширный вопросов нет что режим про но у нас может только на основной объектив кстати можно писать в ропе опять же включать естественный цвет отключать естественный цвет вспышку включать отключать всегда включена можно в режиме про фотографировать на ультраширик опять же и на основной то есть понимаете 4к 60 кадров в секунду либо 4к хотя бы 30 кадров в секунду ультраширик не поддерживает но зато ультраширик у нас поддерживают продвинутый кроме автофокуса потому что автофокуса на ультраширики нет здесь режим про скажем так опять же друзья присутствует ночной режим как на основную так и на фронтальную камеру интервальная съемка замедленная высокое разрешение на все 50 мегапикселей режим супер луния отдельным пунктом друзья здесь выделен да я все-таки надеялся что его это супер луния перенесут еще и в его в 25 pro но как говорится надейся надейся но ничего здесь не будет в этом плане единственное что можно как эти все режимы звездное небо и не знают супер луния то чтобы фотографировать более детально качество луну отдельный специальный режим я если не ошибаюсь это было еще в viva x50 pro когда-то у меня был такой смартфон хороший смартфон на snapdragon 765 4к 60 кадров в секунду кстати он поддерживал каким-то образом нас как на свет дрэгоне 765 единицы смартфона поддерживает это качество видео причем не интерполированная настоящая друзья 4к 60 кадров в секунду тот же пиксель 5 также поддерживал на 765 драконе и там тоже был режим супер луния ну и тут вот собственно тоже точно такая же история но собственно вот и все режимы друзья теперь давайте ознакомимся с примерами фото и видео сделанные на смартфон viva v27 и я уже выскажу свою личную а а и а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Двукратно ДимаTorzok 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 То есть как бы все хорошо. Со стабилизацией в том числе, друзья, в принципе, вот в таких условиях вечером снимать можно. Вот так снимает EOV27 на фронтальную камеру. 4К 30 кадров в секунду. С автофокусом здесь камера. Задний план, смотрите, как выглядит. Давайте зайдем где потемнее. Посмотрим, как тут все опять же будет выглядеть. Картинка темнее. Ну, это, друзья, 30 кадров. Максимум, что можно в стандартном приложении выжать. 60 можно выжать, но, опять же, нужный Gcam мод подобрать необходимо. Опять же, двукратный зум. Видите, да, уже шуметь начинает все вокруг. Поэтому сзади какие-то засветы. Можно, конечно, сделать вот таким образом, друзья. Завысить экспозицию, на лице сфокусироваться, да. И сделать светлее картинка вот так. Но, опять же, вы посмотрите на качество. Везде какие-то шумы. Ну, такое себе, знаете. Поэтому как-то так. Делимся своим мнением, комментарии. 360 кадров в секунду на фронталку снимает Vivo V27. Скажу честно, друзья, на фронталку я бы рекомендовал ну, либо снимать в условиях, где тут хотя бы фонари присутствуют, либо какая-то иллюминация. Вот. Либо же, ну, короче, вот так лучше в темноях не снимать. Фронтальная камера здесь подсвечивается. В качестве подсветки выступает экран, если выбрать какую функцию. Электронная стабилизация на месте. Смотрим динамический диапазон. Знаете, такое впечатление даже, как будто и оптическая стабилизация тоже присутствует. Вот, как-то так это все выглядит. Оценим качество видео. Как вам нравится, не нравится. Ну, как по мне, в таком освещении не то. Делимся с вами, не в комментариях. В Full HD 30 кадров в секунду я включил улучшение с искусственным интеллектом. Да, картинка посветлее. Давайте сейчас подойдем вот где попемнее. И посмотрим, как это все будет выглядеть, как это будет все у нас записывать на основную камеру. Светлее картинка становится, видны в тенях. Ну, такое впечатление, опять же, как включается HDR эффект. А что здесь, друзья? Ну, а здесь это немножечко не та история. То есть, картинка, как по мне, не улучшается. Поэтому, как-то так, оцениваем, делимся с вами, не в комментариях. Еще один рабочий экономный режим, 720 и 60 кадров в секунду. Напишите, как вам. Четкая картинка и, собственно, мало памяти занимает. Лучше, конечно, брать версию 12.256, потому что расширить ее нельзя. Здесь, с картой памяти. Ну, или вам придется все ваши видео сразу же куда-то на жесткий диск сбрасывать. Не знаю, я себе купил жесткий диск с хиксами. В принципе, SSD диск на 512. Более чем доволен. Скорость и файлы нормально читаются оттуда. То есть, без проблем. Ну, вот как-то так. Сзади вы видите картинку. Это в условиях недостаточной освещенности. 720p 30 кадров в секунду. Вот так выглядят. Так, вам напишите в комментариях. Это, конечно, для премьера. Я бы в таком режиме вообще не снимал, честно говоря. Но для вечерней съемки, опять же, делаем вывод финальный. Подведем итог. Что лучше снимать на этот смартфон днем. Днем он во всех режимах. Ну, честно говоря, если так скажем, не придираться. Он меня устроил. Ну, опять же, цена за такую видеосъемку, друзья, ну, максимум 30к. Если вот найдете его 25-30к, смело берите, вообще не думая. С хорошим аккумулятором он будет, я уверен в этом. Потому что новинка. Его еще просто-напросто никто не успеет убить, этот аккумулятор. Вот, ну и по состоянию смартфона смотрите, чтобы он не был там покоится на весь. Может, им в футбол играли там и так далее. Поэтому как-то так, друзья. Ценим качество видео, делимся с вами мнением, комментариях. Друзья, еще присутствует режим портретной стабилизации у нас в данном случае. Ну, картинка такая, тоже плавненькая становится. То есть, кубар. В HD 30к в секунду, 720p 30к в секунду. Зум. Это мы удачно, посмотри. Собаки все разбегаются. Поэтому как-то так. Друзья, ну это пример съемки Vivo V20. 7. 4К 30к в секунду. Съемка ведется сейчас на основной объектив. Ультраширокоугольный объектив не работает в этом режиме. Потому что съемка не поддерживается. Я сейчас установил селфи-палку. Напишите, как вам плавнее. Картинка, а не плавнее. Кто не видел примеры видеосъемки на данный смартфон, они у меня уже есть на канале. Итак, друзья, по факту, что хочу отметить. Смартфон за все время использования получил немало обновлений. И, собственно говоря, это было как минимум, наверное, 10 обновлений. Давайте проверим автофокус. Камера стала, конечно, работать намного лучше. Напомню, здесь основной модуль от компании Sony IMX 766. Картинка насыщенная. Динамический диапазон нормализовался. Но на мелких предметах камера смартфона как не фокусировалась, так она, собственно, и не фокусируется. Можем даже вот сейчас посмотреть, насколько это правда. На ветке, как видите, не фокусируется. Хоть так поставь, хоть так, хоть сяк. Но как только появляется фон, сразу получается фокус. Фокус красиво размывается боке. Причем он может задержать даже фокус. Но как только он выходит с фона, видите, да? То есть фокус куда-то уходит. Опять фон, опять фокус. Достаточно близко даже фокусируется, друзья. Но, тем не менее, это еще не показатель. По стабилизации в данном режиме работает оптическая и электронная стабилизация. Стабилизация по динамическому диапазону. Вот обратите внимание, сейчас как красиво все идет. То есть темная, получается, ступень травы. Потом просвет солнечный. Потом определенные свои тени. Опять деревья, опять, собственно, дом. Все достаточно неплохо видно. Сейчас мы попробуем зум сделать. Насколько он плавный. Ну, зум намного плавнее стал, чем в начале. Но, все равно, как бы, понятно, что это не сравнится с флагманами, друзья. Не сравнится с тем же Vivo X90 Pro Plus, который я все хотел себе приобрести. Но, в итоге, в итоге, во-первых, его сложно приобрести. Во-вторых, меня там не устроила селфи-камера. Почему? Потому что, ну, Full HD, по-моему, максимум там 60 кадров в секунду снимает. Ну, это еще, извините, привет из 2019 года. Ну, это OnePlus 8 Pro, друзья. Ну, это уже даже не смешно. За стоимость 80... Друзья, ну, это Full HD. 60 кадров в секунду. Vivo V27. Напомню, что есть и Pro-версия данного смартфона. Но, она пока не пришла на глобальный рынок. Она есть для индийского рынка, для китайского рынка. Ну, и пока что нет ее. Так что, глобально. Конечно, можно приобрести данный смартфон с Алиэкспресс. Но, тем не менее, вы понимаете, да, что если что-то не так со смартфоном, с Алиэкспресс добиться каких-то результатов в какой-то степени можно, но частенько, что и невозможно. Поэтому обратите внимание на динамический диапазон. Хочу сказать, что данный смартфон для дневной съемки, друзья, ну, это так, предварительно, да, забегая наперед, могу сказать, что смартфон для дневной съемки более чем меня устраивает. Опять же, проверяем Full HD 60 кадров в секунду. Как у нас отрабатывает. Автофокус. То есть, тут полный порядок, друзья. Напишите, как вам в комментариях. Вот солнышко видно против солнца. Тем не менее, небо не засвечено. И все довольно-таки нарядно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok